Неоплаченный долг по кредиту, задолженность по алиментам или просроченный штраф. Существуют различные способы взыскания в судебном порядке, либо во внесудебном. Удобно, если дело не дойдет до суда. Это экономия и времени, и средств, и сил. Недорогим, быстрым и эффективным способом борьбы с проблемной задолженностью является исполнительная надпись нотариуса. Граждане могут обратиться, допустим, по взысканию невыплаченной заработной платы. Граждане могут обратиться на основании нотариально удостоверенного договора, если по договору возникла задолженность. Юридические лица, как я сказал, обращаются по договорам поставки, когда не выполняются какие-то обязательства. Совершение надписи взыскателю позволяет более дешево и быстро взыскать задолженность со своего должника. Однако есть нюанс. Совершать исполнительную надпись возможно только при отсутствии спора между кредитором и должником. Взыскатель может обращаться с заявлением к любому нотариусу. Здесь не действует территориальный принцип, характерный для взыскания задолженности в судебном порядке. Это еще одно преимущество. Не нужно обращаться в суд. Достаточно подать заявление, указать необходимые данные в заявлении, предоставить установленный постановленный Советом Министров перечень документов, оплатить нотариальный тариф, если он подлежит оплате в его ситуации, получить исполнительный документ и предъявить его к взысканию. Не нужно ходить в суд, не нужно оплачивать расходы, возможно, даже на адвоката, если сам не можешь подготовить необходимые документы. И в течение максимум трех дней получить документ, который позволит потом компенсировать свои потери. В суде сроки значительно больше – до двух месяцев. Кроме того, сумма издержек кредитора по исполнительной надписи нотариуса не сопоставима с затратами на организацию и ведение судебного процесса по взысканию задолженности с недобросовестного должника.